На этом мы завершили вопросы, которые касаются вот этого третьего постороннего лица. Теперь дальше. Остальные вопросы залога. Если человек продал товар со срочкой платежа, но с условием залога, но не указали, что конкретно будет в качестве залогового предмета, я закладываю тебе одну из этих овечек. То есть, допустим, перед человеком стада и ста овечек. Сказал одну из этих овечек, я оставлю тебе залог. А какую конкретно не сказали. Например, разрешено это или нет? Мазааб ханбалитов и имама Шафии, то, что это недействительно, потому что в данном случае залоговый предмет неизвестен, а неизвестное нельзя продавать, значит, нельзя закладывать в залог. Говорит, и второе мнение в этом вопросе, что это разрешено. И это мнение Абу Ханифы. Он сказал, что не должно быть больше, чем двух разных залоговых предметов. То есть, можно сказать, одну из этих двух овечек. Но если этих овечек уже сто, то это неправильно. Так, потому что джагаля, неизвестно, слишком, говорит, расширяется. Понятно, если одна из двух, один из этих двух рабов, или один из этих двух, допустим, быков и тому подобное, то это разрешено. У Амагаву Малик, и третье мнение в этом вопросе, это мнение Мама Малик, а также Абу Саура, то, что разрешено ставить условия залога, тогда как залоговый предмет неизвестен. В этом случае, говорит, залогодатель, то есть, должник, обязан дать залогодержателю такой залог, который равен цене долга, имея в виду или выше, если даст еще выше, еще лучше, для новосета, потому что залог является гарантией, поэтому его разрешено устанавливать без определения какого-то конкретного залогового предмета, как свидетельство. Так же, как шагада, так же, как свидетельство. Имеется в виду, что значит так же, как свидетельство, если, например, я говорю тебе, отдам тебе в долг, но с условием, чтобы было два свидетеля. Все хорошо, мы заключили договор, но я не назвал, кто конкретно из этих двух свидетелей. Проблема нет или нет? Проблема есть или нет? Нет, проблемы нет. Находим двоих свидетелей после договора, и они свидетельствуют относительно нашего договора. Даже если во время договора мы не указали, кто конкретно будет свидетелем. То же самое здесь. Во время договора мы указали, что должен быть залог, но какой конкретно залог мы не указали. Проблема есть? Говорим нет. В этом случае должник должен мне отдать залог какую вещь, цена которой не меньше, чем цена долга. Если больше, еще лучше, но не должна быть меньше этого. Говорит культу. В этом случае в качестве залогового предмета должник должен отдать такой предмет, цена которой не меньше, чем цена долга.